Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас в студии долгожданный гость, которого не было ой-ой-ой, как долго. Это Константин Сьомин. Я думаю, никому представлять особо нашего сегодняшнего гостя не надо. Но если кто не знает, я напомню, что Константин – известный российский журналист. В свое время он был даже телеведущим на главном российском канале. У него даже была там своя программа, авторская Гитпроп. Сейчас, правда, эта программа уже выходит вне рамок ВГТРК, но главное, что она выходит на его YouTube-канале. По-моему, раз в неделю происходит обновление. Я вот буквально вчера смотрел очередной выпуск Гитпропа. Он стал по времени даже чуть больше, чем был, чуть ли даже не в два раза. Так что все желающие могут подписаться на канал Константина и продолжать в привычном режиме смотреть его программы. Не только, кстати, Гитпроп, но у него там целая серия совершенно разнообразных программ. «Голопом по Европам» и замечательный проект «По живому», в котором я сам участвовал. У Константина был очень насыщенный год, связан он был с разными событиями. Я долго пытался его вытащить нам сюда в студию, и вот, наконец, мне это удалось сделать. Во-первых, Константинович, добрый день. Добрый день, Евгений Юрьевич. Во-вторых, я очень рад вас видеть и знаю, что многие телезрители нашего университетского канала давно уже просили меня пригласить вас. Тем более, у нас есть повод поговорить на такие серьезные темы, связанные с теми событиями, которые творятся не только у нас в стране, но и во всем мире. Динамика этих событий, она разнонаправленная, но она очень динамичная. Может быть, для затравки мы поговорим о ситуации в общественном движении, не только России, но прежде всего в мировом общественном движении, связанном вот с активизацией как правых, так и левых сил. Почему я именно этот вопрос хочу вам задать первым, потому что я знаю, что вы в конце прошлого года, в ноябре, а затем в декабре, побывали на Конгрессе левых сил, сначала в Бразилии, а потом в Великобритании. И вот поделиться немножко своими впечатлениями о состоянии левого движения, о тех вызовах, которые стоят перед левым движением, и, может быть, о тех лидерах, новых лидерах, которые готовы возглавить это движение не только практически, но, может быть, даже, что важно, теоретически. Потому что понятно, что левое движение, оно всегда было сильно, прежде всего, в своей теории. Как говорил в свое время Иосиф Виссарионович Сталин, нам нужна теория, без теории нам смерть. Так что, Константинович, давайте, вам и карты в руки. Я не могу, к сожалению, порадовать ни вас, ни зрителей, ни самого себя, как бы не хотелось, какими-то новостями, которые бы я привез из-за границы. Нет нам спасения за границей, за границей нам не поможет. Это если коротко резюмировать, вот какие впечатления оттуда я привез. Но все-таки без за границей никуда. В современном мире, в мире уже абсолютно глобализированного капитализма, где ничего, что нас окружает, ни кружка, ни компьютер не производится в одной стране, нельзя представить себе реанимацию левого движения без взаимодействия с такими, у нас в России, без взаимодействия с такими же движениями в других странах. Вот мы, я и некоторые мои единомышленники, как диагент с фонарем, как внутри страны, так и снаружи пытаемся ходить и ищем, где же кто-нибудь, кто осознавал бы масштаб происходящего и связанный с этим происходящим угроза. Угроз немало. Новый год принес очередной кризис на Ближнем Востоке, мир вздрогнул, вздрогнули биржи, и, к несчастью, это не единственный кризис. Несколько таких взрывоопасных площадок, на которых события развиваются, это и Юго-Восточная Азия с выборами на Тайване, которые только что закончили, где тоже активно противоборствуют китайские и антикитайские интересы. Это Гонконг, который на протяжении всего года привлекал внимание там всех и нас в том числе. Это, конечно, Латинская Америка, кипящая сейчас от Мексики до Аргентины и Чили с многомиллионными протестами, и Боливия со свергнутым президентом Моралеса, и Бразилия, где развивается внутриполитический кризис сейчас после перехода к власти ультраправых. Это, безусловно, Европа, это по-прежнему Украина и это Россия. То есть мы видим, что кастрюля, вот эта общая мировая кастрюля закипает. И, безусловно, важно оглядываться по сторонам и пытаться понять вообще, есть ли люди, которые смотрят на вещи так же, как мы. Пытаются смотреть на них рационально, использовать классовый материалистический подход к интерпретации этих событий. Вот мы ездили на так называемый народный БРИКС, пригласила меня туда наша партия РКРП, и один из ее лидеров, Александр Батов, предложил мне туда в составе общей делегации съездить. Это не совсем БРИКС, это не официальное мероприятие, которое было бы пристегнуто к БРИКС, его проводят в Союз Безземельных Крестьян, есть такая организация, насчитывающая почти миллион членов в Бразилии. Да, это вот очень интересное аграрное низовое движение с таким дисперсным лидерством, где нет... Общепризнанного вождя. Да, вождя, вот вождистской структуры там нет. Они, конечно, их сложно назвать рабочей партией, они скорее защищают интересы крестьян. Ну, мелкого, собственно. Да, но они очень лево ориентированы, и главное, поскольку их так много, они обладают ресурсами для того, чтобы подобные конференции проводить. А эта конференция была в Бразилии? Да, она была в столице Бразилии, где мы провели около недели, и мы принимали участие в панельных выступлениях на этом форуме. А она вообще представительная была? Сколько там было? Да, там были люди со всех концов света. Там были люди из Южной Африки, из Индии, из Непала. Россию представляли мы. Были европейцы, были американцы, были самые разные люди. Понятно. Но вот именно характер этого мероприятия, поскольку там не было четкой политической повестки, и повестки, которая связана была бы с классовой борьбой, с классовой компонентой того, что происходит в мире, то это, конечно, больше напоминало, ну, такой Ноев Ковчег, где разные люди, безусловно, да, озабочены происходящим у себя в стране. Ну, вот, например, представительница Индии в последний день рассказывала о умопомрачительных, страшных условиях, в которых работают индийские ассенизаторы. Это и есть такая отдельная профессия. Это, безусловно, важно, это шокирует, это трудно смотреть. Она представляла видеоролик, но это все-таки очень далеко от насущных проблем, которые касаются всех и распространяются на всех. Вот, но тем не менее мы выступили там с короткими какими-то своими положениями, с короткой характеристикой того, что, по нашему мнению, творится и на огненном континенте, и в Европе, и в нашей стране. Но в целом, конечно же, вот ощущение гнетущее, ощущение раздробленности, упадка, разгрома, который переживают левые силы в самых разных странах и на разных континентах. Хотя сейчас, после Нового года, например, Индия, эти новости совершенно не были отражены в нашем информационном пространстве, пережила очередную рекордную за всю свою историю забастовку, общенациональную забастовку, в которой приняло участие 200 миллионов человек. Да, и когда ты видишь, что бастуют учителя, бастует банковский сектор весь практически в Индии. И поводом для забастовки являются, с одной стороны, неолиберальные реформы кабинета моди, националистов, правых пришедших власти к Индии, планы по приватизации железнодорожной системы, по приватизации дальнейшее образование, по приватизации авиации, по приватизации всего и вся. С одной стороны, детонатором, в том числе, для выступления является жесткий закон по дальнейшей стратификации индийского общества, закон о гражданстве, который должен отделить тех, кто имеет право называться гражданином, от тех, кто не имеет. Понятно, что в не имеющие право, скорее всего, попадут мусульмане, а их там немало, тоже миллионы и миллионы. Короче говоря, не везде эта активность остыла. И поскольку Россия является такой периферийной территорией, внутри ядра капиталистической системы, ожидать, что у нас будут сейчас происходить события подобные тем, что разворачивались в начале 20 века, объективных исторических причин нет. То есть не здесь, а в других частях планеты противоречия между трудом и капиталом достигают критической предельной отметки. То есть слабое звено империализма теперь все-таки не Россия. Это совершенно не означает, что мы не можем оказаться слабым звеном, потому что за развитием этого кризиса неизбежно следуют военные столкновения, военные конфликты. И мы видим, как это происходит. Ну, Ленин об этом говорил. Да, абсолютно. Пятый признак империализма – неизбежность, войн. И мы видим, как это происходит. Еще вчера кто мог подумать, что Греция и Турция вновь окажутся в состоянии жесткой дипломатической конфронтации из-за месторождений в Средиземном море. Сегодня это происходит. Мы знаем об этих новостях, мы вообще о них ничего не слышим. Не знаем вообще. Мы не знаем, что практически в каждой второй африканской стране сталкиваются интересы американского и китайского капитала. Свержение Эва Моралеса в Бразилии – это война за мировые месторождения Лития, о чем тоже мало кому известно. Причем там сошлись интересы и США, и Германии. Очень много. Евросоюз, США, Китай. То же самое сейчас может произойти в Мексике, приютившей Эва Моралеса. Ливия, где столкнулись вообще уже совершенно… Ну, конфигурации возникают такие причудливые, такие непредсказуемые конфигурации союзников, такие альянсы, которых раньше мы помыслить не могли. То есть те, кого мы… И это, кстати говоря, еще один повод убедиться в том, насколько правы были большевики, анализировавшие эти процессы в начале 20 века. Вот чем сложнее эти противоречия, чем быстрее этот калейдоскоп меняется, тем сложнее подстраиваться под эти изменения даже нашей официальной пропаганде. Потому что еще вчера вот эти были враги, завтра они друзья, а теперь они снова враги. Вот Ливия – это показательный пример, где вообще непонятно какие интересы, где мы взаимодействуем с американцами и с их агентом. С другой стороны, наш партнер вроде бы Эрдоган, но эти люди готовы стрелять друг в друга в Ливии из-за месторождения, из-за новых маршрутов транспортировки энергоносителей, из-за власти, из-за контроля и так далее. При этом мы в Сирии боремся против террористов, но сажаем за стол переговоры в главу трипольского правительства вооруженные силы, которого состоят главным образом из братьев мусульман, представителей ИГИЛа и Аль-Каиды. Абсолютно. Для вот этого этапа развития капитализма характерна такая шизофрения. Еще вчера курды были нашими лучшими друзьями, они не сходили с экранов телевизоров, мы показывали их в каждой второй публицистической программе. Сегодня они марионетки США, предатели и так далее. Но США остаются нашими международными партнерами, но США бомбят Иран или наносят удар по его представителям в Ираке. И так далее. И вот эта вот скорость этих калейдоскопических изменений такова, что она позволяет нам уже уверенно утверждать, что этот анализ начала 20 века применим к сегодняшнему дню, он остается верным. Абсолютно. Я более того хочу сказать, вот возвращаясь к Ливии, посмотрите, это надо же своими руками, собственно говоря, создать вот тот кризис в Ливии в одиннадцатом году. Совершенно верно. Хотя мы имели абсолютнейшее право... Не допустить этого. ...бета просто наложить на резолюцию 1973. Никакой боливийской проблемы, по крайней мере в том виде, в котором она сейчас существует, ее бы просто не было. А мы по старой нашей традиции создали себе проблему... А теперь пытаемся протиснуться среди прочих стервятников к остывающему трупу Ливии, для того, чтобы отклевать чего-нибудь еще. Ну да, да, да. И выдаем это за какие-то достижения современной российской дипломатии. Но это вообще мама не горюй, что называется, да? К сожалению, это так, но это всего лишь частное проявление общего кризиса капиталистической системы. И кризис этот ощущается повсюду. Он ощущается в Бразилии. Я был в Бразилии дважды. И в прошлый раз был в столице тоже. Довольно давно, довольно большой промежуток. Как раз тогда, когда я был, у власти находились социал-демократы, так скажем, сегодня преследуемые и изгоняемые отовсюду. Но, тем не менее, вот с 2000 года по 2019, и, конечно, даже визуальные изменения и в бразильской столице, и, в принципе, как я понимаю, в стране очень заметны. Несмотря на то, что при президенте Луле и при Дил Мирусеф бразильская экономика в 2000-е, вот в момент подъема розовой волны, так называемой, в Латинской Америке, она сильно поднялась. Но все-таки сейчас повсюду заметна деградация и экономический кризис и апатия. Апатия — это наиболее употребимое, наиболее уместное, мне кажется, слово, наиболее верная характеристика тому, что происходит с настроениями масс, как сказали бы. Во всем мире. Во всем мире. Не только у нас. Если мы говорим, что у нас народ апатичен, не надо думать, что он не апатичен в других местах. И в Бразилии это тоже происходит. То есть общее настроение простых бразильцев — это разочарование во всем, во всем вообще. То есть чума на оба ваших дома, не веря ни в правых, ни в левых. Вот, скажем, разочарование в Дилме Русеф и в партии трудящихся бразильской, особенно после разгромного поражения бразильской национальной сборной по футболу, обернулось демонстрациями протеста и, в конце концов, падением правительства социал-демократов. На этой волне победил, ну, откровенно уже фашистский кандидат Болсонару. Причем ставленник американцев прямой. Да, прямой ставленник американцев. Кстати, тоже есть интересная подробность. Он победил, он был на пике популярности. Но сегодня, спустя просто ничтожное время после прихода к власти, его популярность, популярность его единомышленников просто пикирует. Но это не означает, что вновь популярными становятся левыми, непопулярным становится никто. И на этой волне, эта апатия, она тоже знакома человечеству, она наблюдалась в разных странах. На этой волне начинают появляться уже совершенно радикальные движения. То есть люди, которые говорят, что нет, среднего пути нет, такого равновесного решения, центристы ничего не дают. И внезапно с 30-х годов, например, в Бразилии не вспоминали о партии интегралистов, фактически фашистов, которые тогда, до прихода Гитлера к власти в Европе, были весьма популярны в Латинской Америке. На прошлой неделе они вновь заявили о себе. И да, к вопросу о том, кто является чьим ставленником, Болсонару может целоваться в губы с Трампом, может быть любимым его гостем в Белом доме, но это совершенно не мешает Трампу вводить заградительные пошлины против бразильской стали. То есть дружба дружбой, а табачок врозь. И это характерно для всех отношений, для любых отношений. Россия, Турция, Польша, Германия, Соединенные Штаты, Франция, везде все одно и то же. Россия и Белоруссия. То есть Россия и Белоруссия, абсолютно так. То есть как бы есть ощущение, что корабль глобализации дал течь основательную. И так же, как вот контейнерные суда, перевозящие американские или китайские товары через океан, он идет, потихонечку набирает воду, идет ко дну. И в этой обстановке каждый спасается как может, каждый дерется за свою шкуру. Идет борьба за шлюпки, по большому счету. Мне кажется так. Я прошу прощения, Кость, вот мы когда сейчас сказали про Россию и Белоруссию, вот чтобы был некий такой образ, более выразительный. Ну представьте вот вашу квартиру, там в составе двух или трех комнат, да? И вот между отдельными комнатами будет происходить все то, что у нас сейчас происходит в отношениях с Белоруссией. Вот вам классический пример. Но это на самом деле, да, можно вешать табличку дурдом. Но вот именно этот дурдом и воспроизводит те буржуазные отношения, которые сейчас царят во всем мире. Ну я вот в Беларуси бываю часто и очень добрые у меня отношения с белорусами. Я просто хочу сказать, я хочу, чтобы мы все осознали, и я часто это повторяю, что на буржуазной основе вот наша мечта в соединении славянских народов неосуществима. В принципе, этого не добиться. А самое страшное, что матрица, вот эта вот схема взаимоотношений между российской олигархической элитой и белорусской, там тоже есть свои олигархи. Она может, в конечном счете, переехать, я думаю, что неизбежно переедет, если мы ничего не изменим, на отношения между регионами и центром внутри самой России. Потому что точно такие же противоречия существуют между, грубо говоря, под Татарстаном и Москвой, между Хабаровским краем и Москвой, между соседними регионами и так далее. Ну, ситуация, например, в той же Украине, это классический пример попытки строительства этнократического, буржуазного, я это хочу сказать, государства. У нас никак не осознали это и все время говорят, одумайтесь, вы кому этот призыв адресуете? Тем хищникам, которые пришли совсем для другого. Они оторвали для себя кусок пирога, который они продолжают грызть, там даже его остатки. Они не хотят с вами делиться и понимают, что если они пустят вас, то вы их сожрете раньше, чем они сожрут Украину. Поэтому любая интеграция на постсоветском пространстве, она возможна исключительно на иных общественных отношениях. Совершенно верно, абсолютно так. А противоположный процесс грозит, ну, давайте не будем стесняться таких резких терминов, гибелью всем. И Белоруссии, и Украине, и России, всем абсолютно. Никто не уцелеет. И дальнейшая дезинтеграция этого пространства. Абсолютно, распадом дальнейших, именно так, балканизацией дальнейшей этого пространства. К сожалению, люди не понимают этого. Но самое печальное, вот мы начали разговор с моих заграничных поездок, самое печальное, что, конечно, не так много людей это понимает во всем мире. Да. И я надеялся, что, может быть, ну, как бы вот в логове империалистического зверя в Лондоне, куда меня позвали на антивоенную конференцию, после того, как делегация антивоенная побывала в Москве и в Крыму, ее участники, я на одной из их встреч выступал, позвали меня выступить в Лондоне. Ну, сейчас тебя будут обвинять, так сказать, недоброжелатели в том, что ты поехал получать в Лондоне. Гранты на... Нет, не гранты, зачем? Зарплату в Мишель. Зарплату в Мишель. Я, правда, тебе все время пеняю на то, что ты едешь туда получать зал. Последний звонок мы делаем вместе, я тебе отчисления не направляю. Да, я до сих пор, мне хотя бы, ну, цент, дай мне, пожалуйста, ну что ж, ни одного цента. До сих пор я не получил за свое предательство. Ну, тут видишь, ну, как бы я к чему, вот выступил я на этой конференции и, к сожалению, увидел, что в упадке все находится и там. Прошло месяца полтора и разгромом полным завершились парламентские выборы для лейбористской партии в Соединенном Королевстве. Мы знаем, что на протяжении последних нескольких лет в этой партии доминировало левое крыло Джереми Корбина. Традиционно мы уже давно забыли, что лейбористы за трудящихся. Ну, да, это социал-демократия. Лейбористы это Тони Блэйр, это люди, которые санкционировали бомбардировки Ирака в свое время и давали добро на уничтожение Югославии. Но, тем не менее, изначально лейбористы это другие люди, которые стоят на других позициях. И вот по какому-то странному истечению обстоятельств лейбористам Корбина, то есть левым внутри лейбористской партии, удалось в партии пробиться к рулю, пробиться к штурвалу. И вот сейчас это закончилось полной катастрофой. Потому что вот эта соглашательская линия, которую левые проводят везде, во всех странах абсолютно. Вот это постоянное маневрирование между группировками, попытка удовлетворить всех понравится всем. При этом получать все равно клеймо от всех, пинки зуботычины от всех. И причем я замечу, что левый зачастую реальную борьбу за права и свободы человека гражданина подменяет защитой интересов, например, того же сообщества. Да, абсолютно. Я считаю, что эта политика абсолютно в интересах правящего класса, класса капиталистов. То есть подмена цели, перенаправление фокуса общественного внимания и возмущение масс на ложный объект. Когда люди начинают бороться с глобальным потеплением, как это же следствие, с ювенальной юстицией, это же следствие. Это не означает, что это хорошо. Или там, не знаю, с ущемлениями тех или иных меньшинств, будь то мигранты или гомосексуалисты. Это не означает, что ущемление это хорошо. И что когда-то кого-нибудь прибивают гвоздями к забору за те или иные взгляды или воззрения, это хорошо. Но не это является причиной. Вот рассвет этих всех извращений и отклонений связан с рассветом, с торжеством капиталистической культуры, буржуазной культуры, которая это поощряет, которая этому способствует. Которая, в принципе, и является причиной. Но причину никто не хочет называть. И ей никто не хочет заниматься, в том числе левой, в том числе английские левые. Но в то же время среди этих левых, так же, как и среди наших левых, есть люди еще здравомыслящие, и есть люди, которые еще сохраняют какую-то связь с рациональным мышлением. Кость, я тебя перебью. Уточняющий вопрос. Эти вот европейские левые, они все-таки базируют свои взгляды на классическом марксизме или берштианстве? Или это люди вообще настолько далекие от теории? Очень поверхностные. Насколько я понял, это люди, они разные. Я не всех их знаю. Говорить обо всех я не могу. Но вот то, что мне бросилось в глаза, это то, что многие из них, из тех, кто берут смелость называть себя левыми или социалистами, в действительности, конечно, никакими левыми и социалистами не являются. И в принципе не понимают ничего. То есть с теорией не знакомы совсем. Есть отдельная категория состарившихся европейских или английских пацифистов. Это люди, которые помнят вот еще классовые битвы времен Холодной войны, когда Першинге нацеливалось, когда и Британия в бомбоубежище бегала. Вот. И они как бы по старой привычке с седыми волосами приходят на акцию протеста. Они тоже мало что понимают. Но когда в ходе своего выступления, я вспомнил, что у вас товарищ Маркс захоронен, и неплохо бы иногда обращаться к его наследию или к ленинскому наследию, вспоминать о том, что вот у нас был такой соотечественник интересный. Оживление в зале было. То есть, по крайней мере, мое выступление, ну, произвело... Впечатление. Не то, чтобы впечатление, оно вызвало отклик у людей, значит, они когда-то эти слова слышали. Но сегодня этих слов практически не произносят. Мы видим, что, с одной стороны, вот тоже очень интересное отличие от в массовом сознании западной аудитории и нашей, второстепенно, на самом деле, как ведут себя эти седовласые протестующие. От них ничего не зависит. Им позволяют что угодно там говорить, потому что это, ну, это не фактор влияния, это ничто. И все, конечно, всегда решает молодежь. Молодежи на этих конференциях практически не было. Их было очень мало, что в Латинской Америке, что в Лондоне. Но, молодежь, я просто хочу про молодежь сказать. Но вот интересно, в то время как наша молодежь настроена про, скажем так, капиталистически, да, обуреваемая идеями либертарианства, реставрации, переоблицовки капитализма. То есть безграничной свободы. Ну, то, что они называют свободой, в действительности они видят, да, то есть любой неслепой человек не может видеть, что капитализм рушится. Что с приходом Трампа, с распадом всех торговых соглашений, модель глобализации прежняя, на которую либералы молились, она больше не действует. И значит, любой сознательный человек, в том числе молодой человек, должен задать вопрос, а что тогда действует? И ответ находится вот такой, либертарианство действует. Что такое либертарианство? Это значит вызывание духа правильного, чистого капитализма из 19 века. Где абсолютная свобода, кольт командует, никто никем не... Ну, то есть то, чего не было, но то, что, как им кажется, капитализм может спасти. Ну, чтобы с айфоном не расставаться, чтобы с красивыми шмотками не расставаться. Так вот, эта либертарианская идея, на самом деле, в странах Запада, то есть в странах метрополии капиталистической, находится в загоне. Это маргинальная идея там. То есть студенты, которые мыслят так, это правые, это отщепенцы. У Трампа есть свои альт-райт, свои поклонники среди молодых. Их не так, чтобы мало, но в абсолютном измерении это отщепенцы и маргиналы, это меньшинство. И когда проходят социологические опросы в американских, или британских, или английских, или французских вузах, и выясняется, что там 60 или 70 процентов молодых людей, то есть в возрастном диапазоне 14-25, настроены просоциалистически, это не шутка. Это значит, что для них идея либертарианства, идея неолиберализма уже просто закоснела протухшее прошлое. А в нашей стране наблюдается ровно противоположное. Высшая школа экономики рассадник вот этого всего переобутого либертарианства. Ну то есть ельцинизма того же самого, просто в новой упаковке подарочной. Кому нужны Венедиктовы, Кудрины, Чубайсы. Ну да, более патриотические. Не-не-не, почему? Это может быть более радикальный такой глобальный... Главное есть более патриотическое. Ну, есть там и, допустим, русское консервативное общество, как я узнал, внутри высшей школы экономики, которое проповедует ту же самую невидимую руку рынка, но на благо русскому народу, русской нации. Такая есть тоже тема. И националисты с либертарианцами иногда идут нога в ногу. Но дело не в этом. Дело в том, что то, что там с молодежью считается вчерашним днем, у нас становится мейнстримом. У нас этим заполнены ютуб, у нас этим заполнены митинги на Сахаровой и так далее. То есть это для меня странно. Не, ну на Украине, возьми, например, новый состав правительства. Сплошь либертарианцы. Да, они ведь своим лозунгом прихода к власти прогласили именно эти идеи. Либертарианство, понимаете? Над этим даже издевался Азаров. Он снял специально один там или даже два ролика. И, что называется, по полочкам, будучи человеком опытным и мудрым, разложил, что собой на самом деле представляет либертарианство. Да, на самом деле все то же самое. Абсолютно. Но на самом деле оно настолько уже пропахло нафталином, что... Но это способ продать. Продать, да. Старую, старую уже сгнившую корову продать заново. Да, то есть вот кому сегодня интересен там Ельцин с его героями, вот этот пантеон эхо Москвы, кого из молодежи этим можно заинтересовать? Да никого. Это протухшие дядьки и тетки. Они никому не нужны. Поэтому выдуваются новые пузыри в Ютубе, создаются новые иконы для поклонения. И наша молодежь, к несчастью, она вот в эту новую МММ, она затягивается. То есть людей нужно, конечно, отдать должное и противоположному лагерю, противоположному флангу. Все больше и больше появляется молодых людей, которые мыслят иначе, но их все-таки меньшинство в нашей стране. А вот там Сорбонна, предположим, это абсолютно левый университет. Ну да. В крупнейших университетах Великобритании, в Соединенных Штатах доминируют представители как минимум социал-демократических взглядов. Но уж точно не поклонники либертарианских культов. Вот поэтому вот это отличие, которое мне запомнилось из моих поездок. Но я хотел бы сказать, что... Но это, я прошу прощения, но это все-таки доминирование, оно происходит на уровне интуиции. То есть не на уровне знания, а на уровне, как говорили марксисты, бытие. Ну то есть да, мы, конечно, этих социал-демократов... Бытие определяется знание. Это больше есть такой термин, который вызывает раздражение как раз у правых, из-за которого нам достается, хотя мы к нему, в общем, отношения не имеем, культурный марксизм. Это как раз вот защита разнообразных меньшинств, подмена сути классовой борьбы. То есть полное игнорирование базиса. Разговор исключительно о настройке, о надстройке. О том, какого цвета, там, расцветки, флаги, пристрастия сексуальные, полы, пола, не знаю. Это все никакого значения не имеет, как все понимают. Но становится такой интересной обманкой для молодежи. И используется как обманка для молодежи на Западе, конечно, тоже. И, конечно же, это там происходит тоже в интересах их правящих элит, их буржуазной власти. Но я хотел сказать, что есть и другая молодежь, в том числе и в этих странах. Есть другая молодежь в Бразилии, есть другая молодежь в Англии. Мне удалось побывать, несмотря на то, что вот сейчас мемориальная библиотека Маркса, где когда-то находилась типография искры, она сейчас в последние месяцы закрыта из-за того, что там случился потоп, были прорваны трубы отопления, к счастью, не пострадала библиотека большая, но людей туда не пускают. А вот меня пустили, и я с одним из молодых работников этой библиотеки, человеком, который одновременно является, он историк по образованию, и одновременно является одним из активных профсоюзных деятелей в Англии. Это его основная работа, можно быть профсоюзным деятелем и получать за это зарплату. Да, да. Причем неплохую. Да, мы с ним записали интервью, и оно мне показалось очень интересным. Я вот заканчиваю работу над его переводом и монтажом, и собираюсь его опубликовать. Наверное, это главное, зачем я туда ездил. И несмотря на то, что в ответах моего собеседника, как мне кажется, есть все-таки какая-то доля наивности, но не больше, чем наивности демонстрируем здесь мы. По крайней мере, в основных моментах мы совпадаем полностью. Почему? Потому что вокруг нас стоят книги, потому что мы к этим книгам обращаемся, потому что мы в первую очередь базируем свои выводы на теоретическом знании, минимальном или подробном. Вот. Это приятно. Он сказал, что в его кружке занимается 50 человек, в том числе там есть люди, которые эмигрировали из России туда и занимаются в марксистском кружке в Лондоне. Вот такие бывают вещи. То есть нельзя сказать, что эта идея погибла. Но ей, конечно, предстоит еще сделать очень много для того, чтобы себя защитить. Потому что на протяжении всех вот этих 30 лет ее нещадно дискредитировали. Вылиты просто... Ушатый помой, грязи. Да, да. Причем ведь выливают ушатый помой и грязи не на саму теорию, заметьте, в которой мало кто разбирается. Которую очень трудно опровергнуть. А на опыт строительства или преломления этой теории в практической плоскости, то есть прежде всего на Советский Союз. Мы же не говорим, что в Советском Союзе все было идеально. Конечно. Мы шли методом проб и ошибок. Мы были первые на этом пути. Но вместо того, чтобы осознать это, вместо того, чтобы диалектически подойти к разным периодам нашей отечественной советской истории, делается все совершенно по-другому. Чтобы, не дай бог, в мозгах, например, молодого человека, которому сегодня 15, 16, 20, 25 лет, возник какой-то позитивный образ опыта строительства или воплощения марксистско-ленинской теории в жизнь вот на территории нашей страны. Поэтому Сталин – палач, поэтому у тебя советская история – это реки крови, грязь, значит, голод и так далее, и так далее. А все эти дуди и компании, они в данном случае выполняют лишь роль шавок, оглашателей интересов крупного капитала, потому что для крупного капитала любое позитивное восприятие коммунистической теории… Это покушение на их власть и собственность. Конечно, это покушение на их благостное существование. Они будут вам дальше рассказывать про ужасы ГУЛАГа и при этом тянуть у вас из одного и другого кармана все, что у вас там осталось. Совершенно так. Но тут если просто как-то попробовать иначе это сформулировать, нам же говорили на протяжении этих 30 лет, что советский опыт – это тупик, да? Это тупиковая… То есть мы… Вот есть магистральная дорога развития человечества. Мы свернули не туда, мы вернулись, а теперь вот нет никакого альтернативного пути развития. Вот эта магистральная дорога, она движется, и что впереди? Впереди пропасть. Впереди пропасть. Ведь тупик-то с этой магистральной дороги начали искать ответвление, с этой магистральной дороги начали искать не с бухты барахты. Не потому что Владимиру Ленину и Ульянову что-то там задумалось куда-то подложить, а потому что впереди перечеловечество маячило пропасть. И оно, это человечество, в пропасть благополучно рухнуло. И все, что построено было за первые два десятилетия 20 века, все вот эти вот телеграфы, телефоны, все, чем восторгалась эпоха модернизма, все это рухнуло в кровавую мясорубку Первой мировой войны. И тогда перечеловечеством стал вопрос, хорошо, если это тупик, если ваша магистральная дорога тупик, то как может выглядеть другой путь? И человечеству неизбежно придется давать ответ на этот вопрос. Неважно, есть Советский Союз, нет Советского Союза, есть Дудь или нет Дудя, есть Трамп или нет Трампа, есть Путин или нет Путина, это неважно. Неважно, какие фамилии, какие имена, каждая личность в данном случае абсолютно вторична. Есть проблема, как в любой физической среде, есть некие законы, которые определяют движение частиц внутри этой среды. Можно сколько угодно обзывать Ньютона средневековым мракобесом, но его законы распространяются на всех. И опровергнуть их, ну для этого нужно быть Ньютоном или Эйнштейном, для того, чтобы бросить вызов традиционной ортодоксальной физике или термодинамике, теомеханики. Да, поэтому я думаю, что неизбежно интерес к этим вопросам и к истории, и к истории советского государства будет возвращаться. Я вот накануне записал интервью, я благодарен тебе за вам, за подробные рассказы, напоминания о нашем YouTube-канале. На нем появится интервью с внезапными нашими единомышленниками, студентами вчерашними, ребятами из Новой Зеландии, которые, делясь в разговоре со мной опытом, ну в рамках этой передачи... А они новые зеландцы? Нет, они наши, они реличане и питерцы, но это второстепенно, не хочу всю интригу раскрывать, узнают зрители. И они рассказывают, что находясь там, где Новая Зеландия, тут нас на карте уже, я думаю, многие не найдут, они постоянно испытывают интерес, то есть чувствуют интерес со стороны окружающих, там много иммигрантов, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, коренные новозеландцы, их постоянно спрашивают, что там у вас, Советский Союз, что это было, как это было. То есть интерес к советскому проекту снаружи, к изучению опыта этого проекта, колоссальный. И то, что мы видели вот в дни чемпионата мира по футболу, когда к Мавзолею Ленина выстраивалась огромная очередь из иностранцев преимущественно, говорит о том, что мы своим собственным наследием даже распорядиться толком не можем, мы от него пытаемся избавиться. Мы его не ценим вообще. Да, мы его... Мы завершиваем тряпкой Мавзолей Ленина во время проведения парада, к подножию которого бросались штандарты. Ведь это была выдающаяся сталинская задумка. Не куда-то вытянуть эти штандарты, не к подножию там Минина и Пожарского, при всем уважении к этим национальным героям, не к подножию храма Христа Спасителя, там или какой-то Спасской башни Кремля, а именно к подножию Мавзолея именно Ленина. Потому что победа Великой Отечественной войны это была победа самой вот этой коммунистической идеи, того строя, который был построен над мраком фашизма. Я вот, кстати, возвращаясь к твоей вот этой вот теории развилок, абсолютно правильной, ведь хочу обратить внимание, что вот эта столбовая дорога, она ведь с точки зрения там глобальных, условно говоря, предикторов, как у нас принято говорить, показала еще одно ответвление, как бы заявляя о том, что вот дорожка социализма, а вот дорожка фашизма. И она якобы не то же самое. Это тоже третий путь. Это тоже третий путь, понимаете? На самом деле это то же самое. А по факту это и есть то же самое. А вот реальной альтернативой был именно этот путь, понимаете? А у нас сейчас очень часто представляют дело таким образом, что есть некий третий путь, который по факту является, ну, я так не хочу пророчиться или крикушистовать, по факту является тем самым фашизмом. Абсолютно. В этом нет никакого крикушистования, потому что каждая, каждая, каждая фашистская партия, известная истории, неважно в какой стране, Абсолютно любая партия, возьми ты турецких националистов или аргентинских, и каких угодно, они все и всегда, все и всегда говорили о третьем пути. То есть они говорили, что капитализм плохо, ну, все же видят, что это плохо, безработица, сокращение всех мыслимых социальных программ, приватизация образов... Кто будет спорить с тем, что это отвратительно? Это ужасно. Это видно каждому на улицах, да? Социализм, получается, тоже плохо, потому что вот Булак, потому что там вот это, а мы пройдем посерединке, мы устроим так, чтобы и овцы были сыты, и волки целы. Ну, да, да. Мы помирим волков с овцами и заставим их служить во имя чего-то... Откуда слово фашист? Что такое фасции, да? Вот эти вот символики, пучок. Это когда мы объединяем разных трудящегося и олигарха, мы их связываем одной тесемкой, а что является этой тесемкой? Это может быть нация, это может быть раса, это может быть вера, это может быть кровь, это может быть почва. Вот и все, все эти концепции хорошо известны. Работает это в реальности? Не работает. Я вот недавно занялся просто ради забавы, ну, поскольку это тоже активно популяризирующийся концепт сейчас в массовом сознании, я ради забавы изучил историю главных олигархических семей нацистской Германии. Ну, и Германии, в принципе, Кайзеровской, а потом Третьего Рейха. Что происходило? Да вообще-то, во-первых, они в годы войны прекрасно себя чувствовали. Никто у них никакие заводы не отнимал. Наоборот, если где-то какой-то... Да, какой-то еврейский собственник эмигрировал, то все это передавалось не на баланс самого Рейха, а передавалось в руки какого-нибудь крепкого хозяйственника. И этот крепкий хозяйственник, его фамилия отлично чувствует себя до сих пор. Это и Фердинанд, Порше и его наследники, это и владельцы концерна BMW, BMW, это и Volkswagen, и все остальные, и производители подшипников и лекарств, и Bayer AG, и все остальное. А у нас же еще сегодня вбрасывается активно мысль о том, что социализм и фашизм — это одно и то же, детство. Ну, Гитлер и Сталин — одно и то же. Национал-социализм и социализм — это тоже одинаковые вещи, потому что и там, и там присутствует корень. Корень лингвистический же — одно и то же. И там, и там присутствует одинаковый корень. Да какое же это одно и то же-то получается? Где же здесь одно и то же? В чем же здесь одно и то же? Почему же два этих одинаковых явления воевали по разной стороне линии фронта в испанской гражданской войне? Кстати говоря, вот в мемориальной библиотеке Маркса в Лондоне мне показали, там отдельный этаж, такая музейная экспозиция, мне показали штандарт знамя английских интербригад, добровольцев, которые сражались вместе с советскими военспецами на стороне республиканцев в Испании. Ну, конечно, в Англии, так же, как и в других странах, так же, как и в нашей стране, и в Восточной Европе, и на Украине очень чувствуется вот дрейф этот вправо, потому что вот этот отросток, на который я сейчас указал, вот его продать. Хорошо, капитализм не работает. Хорошо, мы все признали, эта дорога ведет никуда. Давайте вот сюда. А это с либертарианством очень близко. Абсолютно. Это же вот просто называть можно какими угодно словами. Абсолютно. Не случайно даже вот сейчас прижился такой термин, как либеральный фашизм. Вот в классическом виде. Причем здесь можно вывески делать, условно говоря, ну, настолько патриотические, что запудрить мозги, а уж тем более людям, которые вообще ничего не знают в истории, в теории, там, в литературе. И здесь мы напрямую выходим вот на те проблемы образования. Почему идет разрушение образования? А с тем, чтобы действительно отупили мозги, и люди не могли отделить там красное от черного, белое от зеленого и так далее, и так далее. Я не знаю, я не могу с уверенностью утверждать, что вот этот какой-то там закулисный мозг планирует разрушение образования. Мне кажется, что образование разрушается в силу естественных причин. Ну, естественно, да. Хотя есть, есть, есть. Центры есть образовательные. У нас в стране это есть. Ну, ну, даже для этих правящих классов, но это мы же тоже об этом не раз разговаривали, это абсурдная идея создать какие-то резервации, где воспитывается злодая молодежь, которая впоследствии, ну, любая идея вот этого сословного, стратифицированного или фашистского общества, она предполагает, что есть некий орден меченосцев, который сам себя воспроизводит в кадровом смысле, который находится над всеми остальными и всеми остальными руководит. Ну, ну, вот каждый, кто сталкивался с образованием, не даст мне соврать, это невозможно. Невозможно восполнить, лишить голову кровоснабжения связи с народом, с естественными силами, культурными силами этого народа. Это значит породить гангрену. Это значит породить сепсис. И так всегда и происходило. Всегда элита, закупоривавшаяся за каким-то забором, за каким-то там, в пределах какого-нибудь Рублевского шоссе или какой-нибудь Роуд или Штрассе, она всегда неизбежно вырождалась. И это происходит. Но именно этот путь, к сожалению, сейчас вновь под новой упаковкой пытаются массам отрекламировать и продать. И это происходит в Англии, где лейбористы проиграли, а победили-то кто? Победили не просто консерваторы, победили ультраконсерваторы. И в одной шеренге с этими ультраконсерваторами в парламент просачиваются откровенно фашистские элементы. И то же самое происходит в Соединенных Штатах, то же самое происходит в Японии, то же самое происходит в Турции, то же самое происходит на Украине. И кто сказал, что того же самого не происходит или не может происходить в нашей стране? Ну что, Константин Ильич, наше время, к сожалению, подошло к концу. Я вас искренне благодарю за очень содержательную, эмоциональную беседу, которая заставит, я надеюсь, многих задуматься над происходящими событиями, повышать свой интеллектуальный и образовательный уровень, потому что это немаловажная задача. Вы к нам обязательно приходите еще, еще не раз, что называется. А с вами, дорогие друзья, я вынужден раскланяться. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok